здравствуйте приветствую вас на канале школа доктора скачков а я доктор скачков врач фитотерапевт диетолог автор более 50 опубликованных не и брошюр в разных странах часть из которых вы можете приобрести через интернет автор сотен видео в интернете сегодня решил написать видео к чему может привести если женщина не все знает как пить воду правильно для сохранения женского здоровья парадокс состоит в том что очищение организма женщины от водорастворимых токсинов иными словами конечных продуктов жизнедеятельности чаще всего белкового происхождения которые по-иному называют трупные яды происходит более эффективно чем очищение организма мужчины очищение крови у мужчины эффективно проводят от этих продуктов жизнедеятельности практически две почки у женщины в этом вопросе есть дополнительный бонус я бы сказал даже три дополнительный бонус в этом процессе у женщины участвуют как минимум пять органов два из которых это почки о трех других вы узнаете на протяжении этого видео и если женщина эти возможности используют правильно очищение организма происходит своевременно она здорово и с теми болезнями о которых вы узнаете в этом видео она не знакома если женщина не все происходит у женщины правильно как пить воду правильно она полностью не знает появляются различные специфические болезни одна из них это активное выпадение волос многие считают что это косметическая проблема и лечится у косметологов на самом деле это жесткая медицинская проблема я бы сказал это вершина айсберга которая лишь показывает уровень здоровья для оптимистов либо уровень не здоровья для пессимистов у женщины что такое волос это живая биологическая система в вашем организме да это многие считают предаток кожи как бы мелочь на самом деле это мелочь очень дорогого стоит средняя продолжительность волоса жизни волос 5 8 лет средняя продолжительность жизни человека 60 70 80 лет по разным странам понимаете к чему я клоню волос показывает насколько правильно вы обеспечиваете питание волосы очищение крови иными словами знак равенства как вы думаете о своем организме понятно если у мужчины меньше возможности для очищения крови выпадение волос у мужчин чаще и больше женщина имеет в этом плане бонус поэтому до такой степени облысения как у мужчин у многих мужчин женщины как правило не доходит но нужно систему использовать правильно потому как волос это всего лишь я сказал это вершина айсберга а вот что лежит в основании айсберга какие болезни на разных этапах жизни женщины могут показывать то же состояние что организм не очищается своевременно вы узнаете прямо сейчас ваш организм дает четкий сигнал о своем нездоровье когда появляется цистит уретрит без связи с половой инфекцией или местами мужчины не было а цистит есть как правило это состояние отражает особенности вашего образа жизни системы питания употребления воды при которых в организме образовалась слишком много конечных продуктов жизнедеятельности и было слишком мало воды для их полноценного удаления в разведенном виде концентрат токсинов выделяясь через почки раздражает мочевой пузырь и появляется цистит безусловно в этих условиях может появиться вторичная инфекция но это не повод для применения антибиотиков антибиотики могут быть но после того как вы убрали условия для размножения бактерий и после этого ослабленные бактерии были уничтожены антибиотиком они наоборот когда вы создаете благоприятные условия для развития микроорганизмов и пытаетесь антибиотиком осложнить им жизнь вы можете провести селекцию микроорганизмов вызвать развитие не чувствительны к антибиотикам бактерий и получить проблему на всю оставшуюся жизнь поэтому если у вас есть цистит нужно цистит лечить правильно и на этом этапе самое простое решение самое простой совет нужно просто добавить воды как вы это делаете вы должны оценить количество воды который попадает ваш организм регулярно из разных источников и к этому количеству добавлять 100 200 миллилитров каждые два-три дня до цифры 45 процентов от массы тела это норма по употреблению воды взрослой здоровой женщины если вы все делаете правильно цистит вас больше посещать не будет и вы находитесь продолжаете находиться в состоянии здоровья если вы решили что периодически цистит вам не помешает ситуация может продолжаться развитие может быть дальнейшее и на узи почках может быть определен солевой диатез описывают микролиты описывают эхо позитивные включения каждый врач по-своему в обиходе называют песок иными словами концентрированная моча выделяется регулярно и сконцентрированно пересыщенного раствора из уроков физики мы знаем выпадают соль вот вы видите в почках на этом этапе просто добавь воды уже не получится тут нужно подготовить организм учитывая особенности работы почек как меню почки нужно обследовать каком они состоянии и дальше решать проблему по мере ее проявление если же вы и на этом этапе решили свой организм не побаловать здоровым образом жизни ситуация может развиваться и дальше как правило песочек имеет тенденцию превращаться более крупные включение под названием конкременты или камни камни в почках удалить водой уже не просто не стоит а опасно если камень пойдет через почку он может остановиться в одном из физиологических сужений по пути и вызвать острую задержку мочи гидронофроз почки вы можете просто потерять почку как правило на уровне мочекаменная болезнь почка присутствует пил инфрит который ослабляет работу почек и создает определенные условия для их обеспечения для их правильной работы в вашем организме а пила инфрит это номер один по почте недостаточности то есть тенденция понятно с чего стартует большинство понятно и чем может закончиться понятно на каком этапе вы начнете вести более правильный образ жизни это уже зависит от вас а какие сопутствующие заболевания вот те самые три бонусных органа которые помогают вам женщинам очищать свой организм от белковых токсинов вы узнаете прямо сейчас бонусный орган номер один по состоянию которого можно оценить в какой мере происходит очищение организма женщины от конечных продуктов обмена белка эта марка выделение от 100 до 200 миллилитров в месяц они достаточно скромны по сравнению с работой почек которые за сутки должны вырабатывать литр полтора даже два литра мочи но мал золотник да дорог если у вашего гинеколога нет претензий к вашей матке она здорово значит с наибольшей вероятностью ваши почки справляются со своей функцией и большая часть белковых токсинов идет через мочу и не попадает к матке если же в матке развивается эрозия шейки мат либо фибромиома то ваш организм разными способами сигнализирует об одном и том же белковых токсинов много трупные яды в организме образуются и полноценно не удаляются конечно у гинеколога есть свое мнение в этом вопросе но если женщина исключит из рациона всю пищу животного происхождения иными словами перейдет на жесткое вегетарианство фибромиома матки в этих условиях обычно рассасывается с эрозией шейки матки я бы не советовал делать такие изменения без специфической диагностики без оценки активности вашей иммунной системы эрозия шейки матки это предраковое состояние по раку шейки матки а онкология это иммунный дефицит устранив белки из рациона либо резко ограничив белковый компонент в рационе вы свой иммунитет не укрепите и можете спровоцировать то заболевание которое не хотелось бы провоцировать переход на жесткое вегетарианство добавит работы и вашему косметологу внешний вид кожи и и тургор обеспечивает белковый каркас который удерживается вода если каркас ослабел у вас под кожей будут образовываться отеки легко и просто поэтому прежде чем вносить изменения в свой рацион питания научитесь правильно готовить белковую пищу и правильно ее употреблять такие видео со временем появится и на этом моем канале а сейчас вы узнаете бонусный орган номер два который также может показывать насколько хорошо белковые токсины удаляются из вашего организма в какой мере происходит очищение организма женщины от конечных продуктов обмена белков показывает состояние молочных желез молочная железа выполняет схожие с почкой функции но если почка работает в постоянном режиме молочная железа выполняет эти функции лишь при кормлении грудью и может показать маме огрехи в ее питании через изменение здоровья ее ребенка но вы иное время молочная железа великолепный индикатор состояние крови и количество там конечных продуктов белкового обмена если женщина съела много мяса у него может обостриться мастопатия если женщина пошла позагорать а было жарко у него может обостриться мастопатия если женщина по выбору зашла в баню либо в сауну у нее может обостриться мастопатия если женщина приняла горячую ванну у нее также может обостриться мастопатия их объединяет определенная общая особенность а А именно, нарушается выделительная способность почек, когда включается еще менее мощный дублер почек — это потовые железы. Я в начале видео даже не обозначал кожу как орган выделения в этом случае. Потому как кожа в данном случае не помощник. И, конечно же, у гинекологов есть свое мнение в этом вопросе. Считается, что молочная железа — это орган-мишень для половых гормонов. Поэтому лечение мастопатии — это гормонами. Но! Я несколько лет назад интересовался этим вопросом. И в том периоде времени было известно 50 видов гормональных нарушений при мастопатии. Иными словами, если есть мастопатия, нужно выявить тот вид гормональных нарушений, который есть лично у этой женщины. И применить одну из 50 схем лечения. В этом случае возможно излечение с помощью гормонов. Но! Эту ситуацию наличие мастопатии объединяет не иное. А именно обилие белковых токсинов, которые по каким-то причинам не были удалены вашими почками. И если вы вернетесь к началу видео, вы получите рецепт. В зависимости от состояния почек. Что вы можете делать? Как вы можете лечиться в этом случае? И очень важно наладить именно правильное питание. Очень важно правильно подготовиться женщине, если есть мастопатия, к походу в баню, походу в сауну, к походу на пляж, к принятию горячей ванны. В скорости такое видео появится на этом канале. Как пить воду в бане, в сауне и при других ситуациях. А на этом я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И в следующем видео расскажу, как правильно пить воду мужчине. У мужчины совершенно иные особенности обмена веществ. И совершенно иные условия для правильного употребления воды. Женщине же, чтобы получить более подробные рекомендации, если у вас есть, скажем, солевой диатез, или у вас еще только начальные стадии нарушений работы почек. Да, конечно, увеличить количество воды в рационе можно и нужно. Но, учитывая особенности, вода и еда вам нужны одновременно. Поэтому посмотрите, не поленитесь на моем канале. Найдите видео, как пить воду утром натощал. Как пить воду вечером перед сном. Очень важно женщине, как пить воду ночью. Потому что у многих женщин с такой проблемой. Есть еще другая проблема. Веет от суицидистония. Важно правильно поддерживать водный баланс и в ночное время. Чтобы утром проснуться с высокой работоспособностью. Без темных кругов под глазами. И без кардиологического риска. Также очень важно пить воду с едой. До еды, во время еды, после еды. Абсолютно разные условия для употребления воды. Вода нужна, но чтобы не нарушить процесс переваривания пищи. Иначе белки будут гнить. И вы другим способом будете нарушать свое здоровье. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. И ждите следующее видео. Если вы подписчик моего канала, уведомление об этом придет вам в почту. Если вы внесли канал в избранное, в закладки. Вы тоже сможете получить уведомление о том, когда я новое видео выставлю на этом канале. До новых встреч на моих каналах.